Всем привет, с вами Юра Кураж и мы продолжаем проходить оверном Escape from the Pit. В прошлый раз, как вы помните, мы добрались в башню магов, в этот раз мы все-таки получим заклинания, но при моих исследованиях оказалось, что тут еще есть куда зайти, но потому что нам надают еще кучу квестов, это раз, ну и два, все-таки мы выучим заклинания, плюс сможем пользоваться теми самыми порталами, которые нас будут перемещать. Давайте начнем вот отсюда. Вы встречаете мужчину крепкого телосложения, одетого безупречно белой одежды. На его поясе висит огромная булава. Странно, что посреди этой крепости ему требуется уверенность в собственной защите. Он подходит и хлопает вас по плечу, тут же знакомясь с вами. Я тронул из тропы Истинного Пути. Вы не похожи на паломника, но я в любом случае рад помочь. Вы жрец этого хрома? Да, я служитель Истинного Пути, я даю советы, иногда защиту моим братьям, работающим здесь во благо верного. Я также приветствую паломников. Почему им нужна защита? Он внезапно становится нервным, что странно для человека подобной силы. Да, жизнь мага может быть опасной. И есть определенные силы, которые я могу помочь контролировать. Он не желает говорить больше. У вас много паломников? Да, многие приходят сюда в поисках наставления. И я один из тех, кому они приходят. Я могу научить множеству заклинаний. Скажите, если захотите их купить. Еще вопрос. Вы не следуете тропой Истинного Пути, но все же я помогу вам. Что вам нужно? Тропа Истинного Пути? Да, мы те, кто стремится достичь Истинного Пути. За гранью этого мира. За гранью нашего понимания. Мы хотим выйти за грань изучить секреты тех, кто живет там. А тех, кто живет там, вы про демонов? Нет, конечно же, демоны там тоже есть. Но мы ищем их противоположность. Тех, кто предлагает доброту и мудрость. Мы никогда не находили их. Мы просто продолжаем находить больше демонов. Но мы все еще в поисках. А остальные в этой башне тоже идут этой тропой. Он хмурится. Там те, кто пытался уйти за грань. Получить за гранью власть. Вместе с тем, они последуют коротким путем к сделке с темными силами. Он хлопает по своему молоту. Это безрассудство. И мы должны быть готовы к последствиям. Темные силы? Я хочу узнать о них больше. Он качает головой. Я здесь только потому, что Линда из Триады терпит меня. Я скажу только, берегитесь повелителя Хаакай. На дальнейшие ваши расспросы он хранил молчание. Похоже, вы обладаете огромной силой. Вы можете обучить нас очень могущественным ритуалам жрецов. Могу. Я чувствую у вас великие свершения. Я бы хотел вам помочь. Но мне нужна ответная услуга. Есть ритуал, который я бы хотел создать. А чтобы сделать это, мне необходима наковальня. Огромная наковальня. Больше, чем есть в Авернуме. Где мне ее искать? Я отправил агентов во все туннели и города на западе. А также в Восточную галерею. Осталось поискать только далеко на севере. Что за ритуал? Ритуал, который поможет использовать наковальни, чтобы ударить по нашим врагам. Я разрабатываю его совместно с членом триады. Вы должны встретиться с ним. Он очень интересен. Расскажите больше. Он не рассказывает о своем имени. Он назывался Икс. Его комната в юго-восточном углу башни. Но он высоко ценит уединение. Если вам нужно найти его, ищите выключатели на стенах. Если найдете, это будет означать, что у вас достаточно сообразительности, чтобы заслужить его внимание. Еще вопрос. Тренделл говорит. Вы не следуете тропу истинного пути, но я все же помогу вам. Так. Мы видели огромную наковальню. Она в кузнице Буттала в форте Драка. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Когда ваша известность докажет, что вы достаточно мудры, чтобы овладеть моими сильнейшими ритуалами, тогда я обучу вас. Окей. А мы хотим, в принципе, научиться новым святым ритуалам. Давайте посмотрим. А у нас есть защита мыслей. Чистый разум исцеляет членов отряда от гипноза. Улучшить лечение. Но... О! Общее лечение. Это ништяк. Вот и вот мы и возьмем. Так. А теперь давайте пойдем и найдем нам заклинанница, которая... Которая сможет... Ну, могу помочь. То есть мы сейчас неплохо усилили пристал, потому что на этом у нас была конкретная проблема. Что когда что-то происходило со всем отрядом, нам приходилось поодиночке их лечить. Теперь хоп. Мы используем общее лечение и все внезапно происходит хорошо. Это эзотерическая библиотека башни. Вокруг много странных, покрытых пылью книг. И все они явно с поверхности. Наверное, их нелегально пронесли через портал. Вы просматриваете несколько книг, но не находите ничего интересного. Лады. О, а вот он и икс. Вы видите странного мужчину в рассвете сил. Спокойного и уверенного. Его посох вырезан в форме кобры. Он так витает в мыслях, что вы с трудом заставляете его поговорить с вами. Он читает свиток постоянно что-то бормача. Так. Траектория, план, угол, путь. Вы посетитель, я икс из Триады. Читаю план. О, огня, да. Он некоторое время продолжает в том же духе. Я бы хотел выучить несколько заклинаний. Учить, да, я люблю учить. Чему вы обучаете? Могучим заклинанием, но в последнее время я занят. Некогда обучать. Он задумался. Погодите, у меня предложение. Я слышал где-то в Авернуме есть место под названием Барга, а там библиотека. Найдите ее. Это поможет мне изучить заклинания, летающие на ковальне. Вот мое предложение. Вы говорите мне, где библиотека, а я научу вас заклинаниям. Что вы делаете в этой библиотеке? Исследую. В последнее время создаю новое заклинание. Сброс наковальни на чужую голову. Даже с большого расстояния. Замечательно будет заклинание. Я не смог бы его создать без этой библиотеки. Но в основном я обучаю. Откуда эта библиотека? Один из множества подарков Эрике Редмарк. О которой следует упоминать как можно меньше. Это все, спасибо. А по ступенькам наверх у нас тут какая-то небольшая зала. И мы здесь совершенно с чистой совестью можем притырить кубок. Зашибись. Но это, честно говоря, не то, что я бы хотел притырить. Во, винца можно притырить бутылочку. Ну, тоже что-то. Так. Соответственно, если мы пройдем чуть дальше. Здесь будут еще кнопки. И, в общем-то, везде будут какие-то сюрпризы находиться. В частности, вот здесь. В этой клетке заперт молодой мужчина. Ясно, что он ученик мага. Также ясно, что он страдает от голода и жажды. И находится на грани нервного срыва. Вы спрашиваете, как его зовут. Он говорит только. Он здесь? Он здесь? Почему в заперти? Мерса. Он не слышал, что вы спросили. Я исправлю. Обещаю. Это хорошая идея. Мы должны. Мы сделали. Я рад. Это к лучшему. Пожалуйста, выпустите меня. Мы сможем управлять им. У него дикие глаза. И он буквально вопит, срываясь на крип. Управлять чем? Он продолжает говорить. Это странно. Похоже, он ослаб не от истощения, а от чистого ужаса. Мы можем управлять им. Я не думал, что мы справимся. Он смотрит на вас, наконец, обращая на вас внимание. Нам это удалось. Мы привели его сюда. Мы приманили его. Он наклоняется к вам. Он здесь, над нами. Ждет, пока мы сломаемся. Затем мы все сгорим. Он кричит над треснутым голосом. Он не замолкает. Это, судя по всему, про вот этого владыку. Так вот. Самое главное. Самый ништяк этого форта находится, по-моему, вот здесь. Нет. Раз не здесь, значит, в соседней комнатке. Почему? Потому что здесь, в одном из сундучков... Треснутый кристалл. Это не то, что нам нужно. Находятся щипцы. По-моему, нам надо три штуки. Давайте проверим. Щипцы и клещи. Трое щипцов и трое клещей. Во. И в углу находится такая штука. Вы видите пьедестал с толстой книгой. Плотные папирусные страницы покрыты странными, замысловатыми письменами. Давайте попробуем расшифровать. Эта странная книга очень подробно описывает различные психические расстройства, при которых человеку, как кажется, будто за ним следят. Или кто-то стоит прямо у него за спиной, наблюдает. Или даже подкрадывается к нему. Хе-хе-хе. Иронично, да? Ну и мы кинем защиту. И тут же бой начинается. Ну, зато мы можем с ноги этому году пендюрить. Оу. А потом еще и луком его отстрелить куда-нибудь. Соответственно, мы кидаем защиту. И Корделия чуть отходит. И кидает ускорение. Вот. Теперь все его внимание приковано к Альдусу. Ну, и в общем-то, Альдусу на это по большому счету наплевать. А мы тем временем кидаем всякие боевые благословления и прочее. Потому что ничего не боимся уже. О! И у нас, кстати, начали срабатывать контр-удары. Довольно-таки часто. Так. О! Полотеновое кольцо и свиток колючего щита. Слушайте, шикардо. Неплохо так демон нас вознаградил. Ладно. А тем временем... А, наверное, нам вот так будет быстрее обойти. Да. И нам осталось научиться заклинаниям магов. В общем-то, здесь есть даже маг, который в целом будет не против нас поучить. Ну и плюс он даст еще один квест. И есть еще лестница к портальной башне. В общем-то, это тот самый портал, который может нас телепортировать. Так. А где она? А вот она. Большой магический портал занимает весь этот зал. Взглянув через мерцающий орел энергии, вы видите другие города и туннели Авернама. Рядом лежит большое количество припасов, готовых к немедленной отправке в далекие пещеры. За порталом присматривает женщина-маг. Необузнанная энергия в этой комнате может быть опасна для нее, но она выглядит беззаботной. Ах, сказала она. Путник. Хочешь научиться использовать портал? Я Ньюбри. Я могу помочь использовать портал. Конечно. А зачем еще вы здесь, если не узнать в конце концов силу империи, которая помогает нам? Пользоваться порталом несложно. Главное найти пилоны. Куда я могу отправиться через портал? В любое место, где есть пилоны. И вы коснулись их. Пилоны? Зачарованные каменные пилоны. Мы их разместили во всех крупных городах Авернума, а также в замке и в нескольких перспективных поселениях. Где мне искать пилоны? Ох, мы их не прячем. Они просто под землей, дабы укрыть людей от необузданной магической энергии. Туннели под городами – лучшее место для поиска. Что делать, когда я найду пилон? Коснитесь его и сконцентрируйтесь на этом месте. Вы попадете сюда, затем снова зайдите в портал, сконцентрируйтесь на пилоне и вы отправитесь туда. Проще простого, пока ты жив. Что-нибудь еще? Теперь вы можете использовать портал, чтобы моментально переправляться из города в город. Шикарно. А неужели портал опасен? Некоторые думают, что высвобождаемая из него энергия сушит всех, кто достаточно времени находится поблизости. И это тебя не волнует? Конечно, нет. Сырая магическая энергия бодрит. И хотя мои волосы иногда выпадают, это так или иначе происходит. То есть, ничего страшного, что я лысею, это меня бодрит. Портал опасен для использования? Конечно, ужасно опасен. Почему? Вы можете обнаружить себя после перемещения с головой в стене. Это не очень хорошо, согласны? Но и это главное. Это все же безопаснее, чем обычное путешествие по дорогам Авернума. Это все, спасибо. Давайте его коснемся, но, увы, пока мы не можем телепортироваться никуда. Потому что мы, по сути, нигде не были. Немножко огорчает. Точнее, мы были в Сильваре, по-моему, но там мы еще не умели пользоваться порталами. Комната заграждена разнообразными флаконами, ступами, пестиками, склянками и организмами, и прочими алхимическими устройствами. Все клубится, дымится, иногда взрывается. Это магическая лаборатория для учеников-магов, поэтому здесь опасно находиться. А вот, кажется, и маг. Старик слоняется по этой лаборатории. Иногда он кажется дряхлым, иногда бодрым. Кажется, он встревожен вашим присутствием. Что привело вас к Эмбрину? Вы не ученик. А вы работаете в этой башне? Я иконик, обыкновенный учителя башни. Я был учителем много лет. Можете купить заклинание, если хотите. Он кашляет. Не просите помощи у учеников. Им запрещено разговаривать без разрешения. Почему ученики не могут разговаривать? А, это часть их обучения. Я иконик за ними присматриваем. Учим их магии и дисциплине по мере необходимости. Где коник? Он ушел. Ищет какую-то кристальную пещеру. Больше ничего не знаю. Он сказал, что идет в Котру, кажется. Ждать, что его нет. Он обучает изготовлению зелий. Если увидите его, спросите про это. Он улыбается. Кто знает, может вы научитесь у него чему-нибудь. Еще вопрос. Эмбрин ходит по своей лаборатории, убирая ее и готовясь к следующей лекции. А, у вас есть какая-нибудь работа для школы? Мы можем чему-нибудь помочь. За деньги или магию. Вообще-то поблизости множество огров. Они пожирают наших учеников. Убейте огра-мага, возглавляющего их, и я научу вас ценному заклинанию. Они живут на северо-западе. Он усмехается. Хотя вы можете проявить осмотрительность. Это может оказаться сложным заданием для вас. Разве вы не волшебники? Вы не можете сами убить врагов. Мы волшебники, но мы заняты. Слишком заняты для повседневных задач защиты учеников, которые должны учиться защищать себя сами. Увы, у нас все заняты. Мы работаем над тем, чтобы сдерживать владыку Хаакай. Он... Ой. Ох. Погодите, что? Ничего, совсем ничего. Я ничего не говорил. Пожалуйста, не говорите Линде. Я просто слетела с языка. Совсем ничего. Еще вопрос. Окей, я хочу выучить какие-нибудь заклинания. Отлично. Давайте смотреть. У нас есть малый призыв. И есть раз... Ух ты. Мерцание. Запутывают врагов и телепортируют вас в другое место. Но мне кажется... Покров снарядов. Оружие дальнего боя наносит больше урона. Не очень. Давайте купим разряда молний. К сожалению, денег нам больше ни на что не хватает. И это, наверное, наш намек на то, что было бы неплохо двигать, наверное, в Сильвар. Там точно есть этот подземный портал. Мы его можем тронуть и вернуться. Хотя, если я не ошибаюсь, Сильвар и так недалеко. Что-то мне не хочется сейчас с Аграми пытаться связываться. Потому что до этого мы от них уже получали и очень даже крепко. Так, давайте попробуем с нежитью, наверное, разговорить. Разговориться. Потому как она рядом. И мы ее, ну, вроде как, не боимся. Давайте-ка прибьем вот этих чуваков. Ай, черт. Мы дали ему идти. Так всегда. Так. И где у нас здесь что? Знак заляпан. И не читаем. Так. Где этот подворот ужаса? Или как его там? Что-то... Похоже, здесь что-то спрятано. Но вашего знания пещерния достаточно, чтобы найти нужное место. А знание пещерния... Так. Нет, давайте не дадим им уйти. А, это спещерные ползуны. Ну, о! Ништяк. Собственно говоря, хорошо, что мы решили им не дать уйти. Потому что сейчас, значит, у нас все получат уровни. Ух ты. Ух ты. Разряд молний. А выглядит перспективненько. Мне кажется... Если его еще заапгрейдить, это же вот то, чем нас раньше повреждали очень не кисло. Если я не ошибаюсь. Эй. Так. Ну, а опыт остальных где? Где повышение уровня? Почему? Что за несправедливость? Я не к нему. Почему Альдус у нас растет быстрее, чем другие? Хотя... Вроде бы в обморок особо никто у нас и не падал никогда. Ну, то есть, сразу же за этим следует загрузка. Ух ты, нежить. Гули, тени, гули и тени. Так. Ладно. Предположим. А, кстати, мы глобально никакую защиту не использовали. Поэтому давайте защиту от стали кинем. Чтобы она у нас была. И Корделя, допустим, попробует выйти сюда. И давайте потестируем вот эту штуку. Насколько она вообще... О-хо-хо-хо-хо-хо! Слушайте, а неплохо. Вот что я вам скажу. Очень неплохо. И я так понимаю, что народ получает опыт в пропорции относительно того, сколько же человек он... Ну, не человек, а врагов он или она колбасит. Поэтому, видимо, у нас... Марин... О, Марин наконец тоже получает овень. А здесь ничего нет, поэтому просто закончим. И давайте все же уровни-то повысим. Так, я думаю, начнем мы все-таки силу повышать. И, о, можно 11 клинкового оружия сделать. Но тут на самом деле столько вкусного дальше по ветке, что, наверное, уменьшить урон полученный от оружия, стойкость, естественная броня, быстродействие, быстрее действовать в бою, мастер клинка, увеличивает урон и шанс попадания. Ну, мне-то нравится вот эта вот ветка, поэтому давайте вот сюда, наверное. О, так, развитая сила, увеличивает силу. Твердая рука, уже взято. Сильный удар, увеличивает урон оружием ближнего боя на 1. Сильная спина. Ха, количество брони, ну... Быстрое обучение, знание мудреца. О, ну так, ловкие пальцы, хорошее здоровье, нигацан. Ну, нет, тратить вот эти вот трейты на здоровье как-то нет. Давайте, наверное, тогда сильный удар возьмем. И будет отлично. Соответственно, здесь мы повышаем ловкость. Гимнастика, наверное, нам особо не нужна. Так, ну, я думаю, первая помощь нам не помешает. И скоро стрел. А здесь твердая рука. Тенч. Шикардос. Тут мы повышаем интеллект. И, соответственно, колдовство. И, наверное, владение магией. Так, здесь у нас фокус на лечении, фокус на благословлении. Я думаю, возьмем в этот раз благословление. Да. И Корделия. То же самое. Интеллект. Ей повысим тайные знания еще немножко. И, наверное, колдовство. И здесь будут фокус на стихии. О, не, фокус на... Да, на стихиях мы взяли, потому что... Стихийную штуку. Если бы мы изучили призыв, наверное, бы мы взяли фокус на призыве. Так, и пока игра загружалась, а загрузки я вырезаю, я говорил, что если бы мы выучили призыв, мы бы взяли фокус на призыве. Этот туннель под большим наклоном спирально уходит вниз. Войдя в него, вы сразу замечаете, насколько тут холодный воздух. Душная, сернистая атмосфера, большая часть Авернума скоро забывается. Воздух не может так резко похолодать сам по себе. Даже не слыша рычания и шипения злобных созданий, вы почти уверены, что здесь замешана злая магия. От туннеля веет смертью и разложением, а тени будто сгущаются и окутывают вас. Это ужасное место, призрачное и проклятое. Проклятое, точнее. Хотя, наверное, и проклятое тоже. Так, о, скелетики. Ну, о, блин, ну вот этот шепот на ухо, ну вообще же. Просто раздражает. Ладно, кинем защиту. И, наверное, огненную стрелу всадим. О, потому что фокус на стихии их прямо заходит. Ну, правда, и скелеты, если честно, так себе, воители. А здесь снова скелеты. Ладно. Ну, то есть, пока что нас не остановить. Я так подозреваю, что чем дальше мы будем идти, тем толще будут партизаны. Ну, в общем-то, вот эти вот нежити нас не пугают. Я думаю, мы даже сделаем вот так. О! Ха-ха-ха! Да? Ну, ничего полезного здесь у нас нет. Но просто, чтобы потратить что-нибудь из этого, давайте зажжем свечу. Ох! И стало светло окиднём. Так. Причём свеча просто такой заблюренный огонь. Оба! Обжигающий гриб. Ну, вот это уже посерьёзнее враг. Но так себе. Ну, в общем-то. Да, мы их мало боимся. Ай! Ох! Он пытался. Так, и я так подозреваю, что чем дальше мы будем идти, тем должны становиться серьёзнее враги. Ага. Ладно. Но с грибами мы тоже расправляемся. О! Теперь зомби и грибы. Прямо отсылка к планс-версу-зомби можно было бы сказать, но, скорее всего, Авернум вышел гораздо раньше, чем танет Ленка. Такс. Да, что, что будешь делать? Я-то, конечно, немножко раздражает. О! Скогострел сработал. Так. Давайте подлечимся теперь. Ну, и, в принципе, пока мы очень оптимистично вперёд продвигаемся. Поэтому, даже не знаю. Ну, я просто думаю, что особо мы тогда проблем не должны встретить, если всё вот и так дальше будет продолжаться. Давайте водой, наверное, их польём, чтобы неповадно было. О! Ха! И, кажется, грибы её заметили после этого. Так. Опа! Здесь зомби. Ну, зомби, опять же, мы кучами кладём. А, слушайте, а здесь могут быть члены той самой первой экспедиции? Вот что мне интересно. Может быть, это их могущество как бы призывает из мира мёртвых вот этих всех тварей. О! Рановато я пытался бой закончить. А вот теперь могу. Так. И на всякий пожарный теперь корделю подлечим. Так, ну, и стоит вот здесь покопаться. А здесь... О, золотое колечко. Только я хотел сказать, что вряд ли будет что-то, что представляет ценность. Но внезапно обнаруживается как раз сходу прям-таки ништяк. Очень сложные мысли формулирую. Хе-хе-хе. Такс. О! Железный щит. Ну, тоже нам он. Не пришей кобыль хвост. Ой, золотое ожерелье. Жалко, здесь вещи нельзя зачаровывать. Или я, по крайней мере, об этом не знаю. В Might and Magic 6 я прям очень... Ну, просто это одна из самых моих любимых игр, поэтому я постоянно её упоминаю. Вот. Там есть способность зачаровывать вещи, и она находится в магии воды. И, собственно говоря, я все прохождения начинал с того, что прям магию воды выкачивал на максимум, а потом под сохранение начинал зачаровывать вещи. Не знаю, у меня прям перлый пер этот процесс. Такс. Ну, и я думаю, ничего пока, опять же, сложного не должно произойти. Немножко Альдуса всякие чуваки ковыряют, замедление кинули ему детский лепет просто какой-то. Так. И, кстати, еще одна золотая цепа и щит. О, а цепа, смотрите, броня плюс один и плюс один к шансу уклониться. Хотя, наверное, цепа-то Альдусу лучше зайдет. Потому как у него есть талант задира, соответственно, его чаще атакуют, соответственно, ему это гораздо нужнее. Ну, так, если рассуждать логически. Ой, я кнопку видел. Отлично. Ну, и ваверном обычно вот эти вот обходные пещеры стоит исследовать раньше, чем основные. Они, как правило, небольшие и ну, в основной пещере типа можно еще гулять часами, а вот эта штука, как правило, оказывается не очень длинной. Хотя, внезапно, оу. А вот теперь мы покажем их, как мы машем клинками. Ха. Кстати, интересно, наверное, с двуручным оружием у него бы урона было больше, не? Ну, такая мысль вслух. Наверное, он бы мог просто уничтожать. но все-все-все утверждали, что одноручное оружие, ну, точнее, два одноручных оружия роляют. О-о-о! Прикиньте, я первый раз в этом подземелье впервые решил зажечь лампу и вот, внезапно все темнеет, даже кроечные огоньки, которые вы сумели вызвать, мгновенно затухают. Ха-ха-ха-ха-ха! Прикиньте, просто вот ткнул пальцем в небо и попал ну это черт бери приятно так я думаю надо в бурдалака резко отдавать как то вот так соответственно здесь по в него выстреле слабовато будет еще раз защиту кинем и благословения но и прозреваю что как раз таки мы нашли причину всех местных неприятностей с нежить его или нет или не нашли но тут как бы одно из двух на самом деле но просто первый раз какой-то вен где что-то вообще случилось с нашим светом я уже думал черт возьми нафига нам эти лампы а нет внезапно стали пригождаться так 1 вордалак слег альдоса мы таки полечим и видите вот эта вот штука с повышением брони она ему пригождается как никому иному давай вордалак все вордалаков заковыряли вроде бы остались гули 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 до свидули но перед тем как все потемнело я вроде как успел примерно запомнить расположение этой комнаты может и не успел но вот сундук я вижу от сундука теперь меня не оторвать да и прикольно что враги на всякие темы типа кто-то им наносит много урона они сразу реагируют то есть они не просто яд вот за этим у нас на самом деле и было куплено массовое исцеление я так чувствую что враги во мерцающий страж подозреваю что это сделал этот гаденыш но можем подойти и зафигарить неспроста же у нас массовое лечение об прикольно прикольно а он тут пытается вызвать а он даже вызвал но поскольку он лошадь он вызвал с другой стороны но хотя у нас тоже такая фигня бывает окно и благословимся о и ей братан 5 к зверуна позовем на помощь а у да надо мерцающего стража добить но при этом у нас возникают еще проблемы поэтому как-то майкрофт должен немножко вы выжить собственно все поражение хорошо а просто если майкрофт свалится будет очень неприятно как-то какого-то вурдалака мы можем спокойно зафигачить он угрозы не представляет а вот та собачка которую нам вызвали она немножко но раздражает давайте ему наверно щит о крушитель щитов ну и массовое лечение во второй раз оказывается полезным до забываешь как тварюшкой немножко огненно я надеюсь что все да но пока потемнение не прошло здесь счет был на полу плюс 5 к сопротивлению заклинаниям плюс 2 к шансу уклониться у нас что кстати за перчи пуф да апгрейд нифига себе а вот эти наверно в мешок и куда-нибудь нафиг ну и что-то должно быть в этом сундуке конце концов он как клетка заблокирована вы чё вы чё вообще чем она заблокирована ой а как к этому сундуку попасть то дворство ладно а вот кстати какой-то прикрыл приключение здесь лежит который видимо до нас сюда зашел а вот выйти не смог ну в общем мы будем о нем помнить черт возьми не очень мне нравится то что здесь все потемнело а карта у нас карта у нас только общая то есть карта подземелья у нас по сути нет да я тут активно рассказывал что мы очень здорово запоминаем все ходы и проходы но внезапно нет потому что все черт возьми темно и это нам немножко мешает откровенно говоря ох ну об перед вами большое колесо из пещерника на которой намотана длинная железная цепь один конец цепи опускается в специальное отверстие в полу давайте вращать колесо а мы слышали как камень скребет по камню я надеюсь что это позволит нам ох окей да я говорил о том что я надеюсь что это нам позволит добраться до того ящика ай 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 ну правда опять же мы выгодно вложили деньги вот что я хочу в общем то сказать ну просто камень скребущий по камню это должно было быть не что иное как наш пропуск к тому самому сундуку да вот здесь же он где-то был нет не здесь где-то просто камень поскреб пока мне так и честно говоря я совсем не понимаю где мы находимся чертовски темно а здесь тупик есть водичка но больше о свиток общего лечения но это возьмем а кроме водички больше ничего хорошего здесь нет давайте попробуем вернуться обратно я надеюсь что когда мы из этой пещерки выйдем это все тот же бедолага так вот я надеюсь что когда мы отсюда выйдем из этой пещеры свет нам обратно дадут а вообще в идеале еще бы нам показали мини карту но видимо это опять же останется в наших мечтах здесь ничего нет ой ладно ну я думаю может за зашли достаточно далеко и наш вариант это продолжать идти дальше пока у нас есть свет мы можем перемещаться чертов сундук как его достать о и тем временем я посмотрел на время она у нас давно истекло поэтому я думаю продолжать мы будем следующий раз благо у нас есть всякие свечки так у нас две свечи несколько ламп в общем совсем в темноте остаться мы не должны до запас света у нас огромный а на этом спасибо андрею фиолетову что продолжает поддерживать наш канал но и спасибо всем вам в общем то спасибо товарищу станислав скому твои подсказки сильно помогают надеюсь к моменту как ты увидишь этот эпизод я уже разберусь как отсюда сундук черт возьми вскрыть пока что не представляю может есть заклинание какой-то телекинеза кстати не слабый вызов призыв помощи о мерцание интересно мы смогли бы туда прыгнуть вряд ли ну ладно в общем на этом все эпизод закончен ребят всем удачи и до встречи через день пока пока